Дмитрий Борисович Орешкин присоединяется к нам в прямом эфире «Фридема». Дмитрий Борисович, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы начали с того, что неудачи и, скажем так, то, что не так война пошла, как Путин планировал, в итоге снизила рейтинг Шойгу до каких-то 11%. Это посчитал ВЦИОМ. Отдельный разговор к социологии российской сейчас, понятное дело. Например, тот же ВЦИОМ посчитал, что 36% россиян просыпаются в хорошем настроении. Интересно, как это вообще все можно считать. Но, тем не менее, насколько действительно война, полномасштабное вторжение и то, как эта война развивается, обнуляет, скажем так, рейтинги путинского политбюро. Все-таки Шойгу был одним из самых накачанных рейтингом, приближенных к Путину. Ну, тенденция тут есть какая-то? Ну, мне кажется, тенденция есть. Просто она медленнее, чем кажется людям, которые и так все понимают. Им странно, что другие люди не понимают того, что кажется очевидным. Дело в том, что интоксикация пропагандистская, она, конечно, на разных людей действует очень по-разному. Так что, я думаю, что можно говорить про примерно три этапа созревания общественного мнения России, связанных с войной. Первый – это щенячий восторг. Мы поднялись с колен, мы сейчас поставим всех на место, объясним, кто мы такие и кто они такие. Имеется в виду Запад, конечно. Второй этап, ну, он начинается примерно где-то с осени, с мобилизации. Некоторые разочарования, которые проявляются, ну, и в некоторых отступлениях рейтинга Путина во время мобилизации. Потом, правда, он восстановился, надо это иметь в виду. В том, что обещанных легких, быстрых побед как-то не наблюдается, маленькой победоносной войны нет, появляется некоторая усталая раздраженность. Вот это второй этап. Значит, сказать, что война была неправильная, сказать, что Путин преступник, общественное мнение не готово. Потому что это означало бы признать себе самому, что тебя обманули, а ты поверил. Это еще впереди. Сейчас вот такое вот раздраженного непонимания. Это проявляется в том, что не только съезжает там рейтинг Шойгу и, например, Лаврова. Ведь последние 10 лет эта тройка уверенно держала лидерство. Путин, Шойгу, Лавров. Вот эта вот риторика жесткая такая, что вот мы всем сейчас нос утрен. Она же практически никак не проверялась, а в телевизоре звучала очень громко. Вот как только началось столкновение с реальностью, так Путин остается высоко. Логика такая, что да, что-то не так, но, видимо, это или генералы зажрались, плохо воевать умеют, или предатели, пятая колонна, или потому что против нас выступил весь белый свет. Но на Путина пока общественное мнение вины не возлагает. А возлагает на бояр, как всегда. В данном случае ползет вниз и Шойгу, и Лавров. А самое важное, падает доверие к официальным источникам средств массовой информации. Ну, работает старое правило, что можно обманывать людей довольно долго, но не бесконечно. И вот это вот недоверие к телевизору в целом, усталость от этой пропаганды, издвиг интереса, а ходить, уберите у меня эту войну, я в этом ничего не понимаю. Путин прав, он нас защищает, а у нас свои дела. Мы лучше поговорим про что-нибудь более приятное, про детей, про песенки-пляски, про футбол и так далее. Это вторая фаза. Это третья фаза, когда начинается когнитивный диссонанс. То есть полный такой тоже. А где победа? Вот похоронки мы видим. И видим их воочию. Повышение цен в магазинах мы видим. Мы слышим победную риторику про то, что санкции нам нипочем, и мы по-прежнему там впереди планеты всей, но она уже приелась. И вот как раз где-то следующего лета, а может быть следующего сня, я не знаю, я не берусь предсказывать временные рамки, начнется третий этап, самый для Путина опасный, когда уже на него будет возлагаться какая-то часть ответственности. Не вся, конечно, потому что всегда останутся какая-то часть людей, которые до упора будут верны своим идеалам, которые им навесили на уши из телевизора. Ну или из средств массовой информации такие люди, как Пригожин. Я думаю, что существенным моментом как раз в этих переломах общественного мнения станет и судьба Пригожина. Потому что он ведь тоже на ниточке висит. Его популярность росла-росла, в вашем сюжете об этом было верно сказано, до февраля. А теперь и Путин как-то так стал менее восторженно к Пригожину относиться. И хочешь не хочешь ему приходится все-таки иметь дело с профессиональными военными, которые, в отличие от Пригожина, могут организовать не одну какую-то локальную операцию, типа штурма Солидара или того же Бахмута, а все-таки фронтовые операции. А здесь это совершенно другая работа, требуются совершенно другие знания, профессионализм. И без таких людей, как Шойгу и Герасимов, Путину просто не справиться. Так вот, популярность среди военных у Пригожина в последние недели, мне кажется, идет вниз. И тут хорошим репером или маркером служит товарищ Кадыров, который вот все время ходил в обнимку с Пригожиным. Они вместе мужественно крыли Шойгу, Герасимова и прочих генералов. А теперь господин Кадыров перекрасился и говорит, что да, армия делает правильное дело, а от Пригожина старается держаться подальше. Я верю в верховое чутье господина Кадырова. Он понимает, что Пригожин сдувается. Судьба Пригожина связана с Бахмутом. Если он принесет победу под Бахмутом в зубах Путину, он будет на коне. Если он не сможет удержать, не удержать, а захватить Бахмут, то он исчезнет довольно быстро. И тут как раз начнется тот самый третий этап. Потому что, почему Бахмут так важен? В стратегическом, военном плане, наверное, он не важен. Я небольшой стратег, но думаю, что в конце концов сдвинется линия фронта к новым, заранее давно подготовленным, очень хорошо обустроенным за несколько месяцев. Оборонительным рубежам. Но идеологически это чрезвычайно важно. И важно и для Путина, и для Пригожина в первую очередь. И для всего общественное мнение. А оно, общественное мнение, путинское общественное мнение, жаждет просто хоть какой-нибудь маленькой победки. Вот маленькое сельцо какое-нибудь там захватили, пригожинцы. Даже, может быть, хутор. И восторга в социальных сетях. Просто целое море. Сбили вот этот маленький, ну не маленький, один беспилотник над Черным морем. И тоже люди с такой радостью это все друг другу пересказывают. Какое-то подтверждение, какое-то величие, на которое все надеялись. Вы просто заговорили о Пригожине. И тут, знаете, такая ремарка, уже так же несколько дней в эфире это обсуждаем, да и не несколько дней дольше, что, в принципе, военным командирам некоторым российской армии не очень-то выгодно, чтобы Пригожин в зубах Бахмут приносил, если уж говорить, о внутренних каких-то конфликтах. И вот мне очень интересно, вы очень много интересного всего сказали, что есть несколько фаз, детально каждую объяснили. А мне интересен итог. Вот ведь сейчас россияне в большинстве своем на улицы выходить боятся, потому что, ну, это страшно, потому что Путин все еще страшный. А скажите, когда осознает большинство все-таки все эти неудачи на фронте, то, что даже некоторые неудачи произошли, возможно, так же отчасти из-за внутренних конфликтов между армией и между ЧВК, вот это вот разочарование, оно вылится в то, что перестанут элементарно бояться? Или во что это может вылиться? Может ли это излечить, это разочарование россиян от такого страха, какого-то надуманного великого Путина? Или все-таки не стоит на это надеяться? Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, что общественное мнение в России, ну, примерно из трех кусков состоит. Вот 25% это твердые путинские, так называемые турбопатриоты, которые, сцепив зубы, будут идти за ним вплоть до крестного пути, там, Голгофы какой-нибудь. Во всяком случае, они так думают. Как они себя поведут на самом деле, это отдельный вопрос. Но они, их не переубедишь. Примерно столько же, 25%, может быть, 20%, это те, кто с самого начала понимал, что война чудовищное преступление, чудовищная ошибка, чудовищная глупость. И настроены против Путина, но держат язык за зубами, потому что могут оторвать язык вместе с головой. Это все очевидно. А самое главное, это те 50% оставшиеся, которые, как политтехнологи говорят, являются шлейфовым электоратом. Он всегда присоединяется к сильному, к лидеру, к тому, кто с его точки зрения победил. Вот сейчас в их представлении побеждает Путин. Хотя на второй фазе они уже как-то не очень в это верят. Они еще по-прежнему сохраняют лояльность, но им нужна победа. Вот для поддержания этой вот половины, 50%, надо их кормить победами. Поэтому так важен Пригожин. Победы нет. И, собственно говоря, те перемены, о которых вы говорите, начинаются тогда, когда вот этот шлейфовый электорат начинает отваливаться от путинского ядра. Вот это 50% конформистов. Что значит путинский страх? Страх можно пересилить только еще большим страхом. И когда у людей будут испытывать страх, что придут, заберут сына, брата, мужа, отца, кого угодно еще, и убьют. Погибнет он там на фронте. Но чтобы осознать, что на фронте убивают, надо понять это на своем личном опыте. Потому что по телевизору про это не расскажут. Про телевизору расскажут, как, ну и вообще в средствах массовой информации российских, рассказывают, как наши доблестные воины совершают доблестные подвиги. А про, естественно, гибель, ну, так всегда во время войны бывает, не говорят. Так вот, надо на личном опыте с этим столкнуться. Чтобы этот страх потерять близкого человека оказался страшнее, чем страх получить дубинкой по голове или попасть в тюрьму. Вот, когда это произойдет? Я думаю, что не раньше весны точно. Не уверен даже, что это может произойти летом. Но, главным образом, это зависит от того, насколько успешно будут военные действия со стороны Украины. Я уже многократно повторял, что сейчас судьба Путина, я же не говорю про судьбу предбоженную, находится в руках Украины, ну и, соответственно, Запада. Чем больше и чем быстрее на поле боя будут совершаться побед, тем тяжелее будет Путину развешивать лапшу своим сторонникам. Мне кажется, что можно говорить про следующую осень. Потому что, ну, опять же, все зависит от того, как пойдут дела на поле боя. Когда появится новое оружие, когда появятся новые квалифицированные военнослужащие, Украина ведь тоже очень серьезные проблемы и очень серьезные потери несет. Ей тоже очень тяжело, экономика в гораздо худшем состоянии, чем в России. Но еще бы, на территории идет война. Так что, слишком оптимистичные прогнозы я бы давать не стал. Но, так или иначе, вот эта затянувшаяся война вместо маленькой победоносной, она, конечно, для Путина опасна. И эта опасность будет нарастать, опять же, еще раз скажу, в зависимости от того, скорость этого процесса будет зависеть от того, как пойдут дела у господина Залужного. Да, Дмитрий Борисович, да, действительно. Еще один такой аспект. Мы говорим о том, что ухудшают рейтинги Путина и коллективного вот этого руководства кремлевского спецопераций, как они называют войну. А вот мне интересно, региональная история, интересная особенно. Вот если люди разочаровываются в царе, если они разочаровываются в его окружении, они начинают очаровываться кем-то на своем региональном уровне? Они начинают думать, Путин высоко, шайгу далеко, а вот тут рядом есть кто-то, кто может за мои права заступиться. Это в каком-то смысле продолжение вопроса Каролины про пробуждение, но я именно говорю о конкретных политиках, общественных деятелях. Может быть, сейчас наступит время региональной реакции? Думаю, что да. Время региональных проблем наступит, потому что, опять же, вся эта государственная модель построена на супер-гипер-мега-централизованной модели. В центре, который стоит Владимир Путин. И вот если оказывается, что у центра нет ресурсов, в том числе медийных ресурсов, в том смысле, что он их уже потратил, ему не верят, то возникает куча вопросов и у населения, и у региональных элит. Региональные элиты прекрасно знают, что две трети налоговых поступлений с большей части территорий уходят в федеральный центр на государевые дела какие-то. Ну, там, например, от той налоговой базы, которой зарабатывают нефтегазовые севера, ну, это жутко богатые теоретические регионы, но у них 90% забирает центр. Ну, они говорят Москва, но правильнее говорить было бы Кремль, которая, естественно, тракет ее на войну. Так что у них логика примерно такая. Да, Путин молодец, он ведет победоносную войну, он защищает нас от агрессии Запада, ну, почему за наш счет? Так вот, как только и когда, и если центр доказывает, или, скажем так, не доказывает, демонстрирует свою недостаточную эффективность, а он уже этим занялся. На самом деле он уже этим занялся. Хотя Путин изо всех сил показывает, что все хорошо, и экономика блистательная, и весть из полей военных тоже блистательная, но и люди начинают этому не очень сильно верить, а уж региональные элиты тем более, потому что они знают, что две трети доходов у них изумают, а что они получают взамен? Как только ослабевает центр, сразу усиливаются региональные элиты. Проблема Путина, вернее, так скажем, противоядие Путина заключается в том, что региональных элит нет. Вот нет лидеров, которые могли бы замкнуть на себя интересы регионов. И этих людей Путин истребил вместе с федерализмом, вместе с Советом Федерации, вместе с так называемыми региональными тяжеловесами еще почти 20-15 лет назад он федерализм уничтожил. Поэтому если и в регионах появятся какие-то альтернативные лидеры, то это будут не те, которые сейчас руководят регионами. Другие люди. И это, кстати говоря, для Путина еще хуже, потому что они будут бесконтрольны. А это бесконтрольны, в смысле, они не системны. Они не встроены в эту систему. Путин может командовать своими наместниками, потому что он их сам туда поставил, и они от него целиком зависят. Как какой-нибудь там господин, кажется, Дегтярев, его фамилия, которую вместо Фургала поставили. Кто он такой? Его местное население глубоко и искренне презирает. Это человек, поставленный Путиным. И висит на путинской ниточке. Если ослабевает Путин, то ослабевает его ниточка. Это вполне понятно. А потенциал для региональных нестроений, как выражаются в православной церкви, есть. Потому что в регионах люди прекрасно понимают, что деньги стекаются в Москву. Как насчет денег, так, пожалуйста, обращайтесь в Кремль. Он там всем командует. А как насчет на фронте дохнуть, извините за выражение. Так это как раз депрессивная провинция. Кто воюет-то в основном? Бурятия, Северная Осетия, Дагестан и так далее. Не обязательно только люди бурятской национальности. Нет, жители Бурятии, в том числе русские, украинцы, кто угодно, евреи, которые там живут, забрили человека и послали. В Москве он может отбрехаться. Он может найти адвоката. Он лучше знает свои права. У него, в конце концов, есть деньги, чтобы уехать. Во всяком случае, у большей части людей, чем в Бурятии. А в Бурятии нет. Тем более, что и там те зарплаты такие маленькие, что там 50 тысяч или тем более 100 тысяч пообещай. И очень многие пойдут, потому что для них это безумные деньги. В отличие от тех же москвичей. Поэтому, да, война ведется за счет депрессивных регионов. Налог кровью платят депрессивные регионы. И если вы же, будучи мужчиной призывного возраста, живете в Бурятии, у вас шансов погибнуть на украинской войне в 100-120 раз больше, чем у москвича. Ну, в пересчете на процент населения. Это не потому, что буряты, еще раз скажу. Это не этническая проблема. Это проблема территориального... Депрессии территориальной. У нас очень много регионов, которые отстают в своем развитии. И чем он беднее, регион, по официальным рейтингам, тем пункт первый, там выше электоральная поддержка Путина. Потому что там нет гражданского общества развитого. И можно некому сопротивляться грубому электоральному фальсификату. И пункт Б, тем больше оттуда берут людей или в качестве добровольцев за деньги, или в качестве призывников и бросают их на фронт. А люди-то в регионах не дурее москвичей. И появится обязательно лидер, скорее всего, национальный, который эту ситуацию простит и до уровня лозунга ее низведет. И будет объяснять, что русские виноваты. Они там в Москве как сыр в масле, а мы, значит, вот здесь под танками. Так что я думаю, что Путин закладывает под российскую государственность, вернее, он уже заложил, сразу несколько бомб. И все они, в общем, все бигфордовые шнуры от них тянутся к нему, к Путину. А, собственно говоря, спичка в руках у того же заложного, о котором мы с вами говорили. Чем слабее центр, тем очевидно, менее, не то что эффективно, а менее операционально управление, потому что его перестают бояться местные начальники. Появляются альтернативные лидеры общественного мнения в регионах. И система менеджмента, вот такой замкнутого на одного человека, она начинает расползаться. И вот здесь начинает расползаться и российская государственность. Но я многократно об этом говорил, что Путин российскую государственность уничтожил. Потому что государственность – это все-таки институции. Типа выборов, типа суда, типа политических партий, парламента и так далее. Вот все это обнулено вместе с Конституцией. Есть Путин, есть Россия. А если Путин в глазах общественного мнения начинает таять, то, соответственно, и Россия начинает таять. Представим этот вывод для наших зрителей, потому что вы действительно очень так интересно и глубоко проанализировали ситуацию. Я думаю, представили действительно почву для размышления. Благодарим вас, Дмитрий Борисович, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Как всегда, было очень интересно. До новых встреч в наших эфирах. Спасибо. Напомню зрителям, что с нами на связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий Орешкин